Добрый день! В этом номере ГУДКа на третьей странице читайте о перспективах развития недр Забайкалья. Новые подъездные пути должны соединить Быстринское месторождение с линией Нарын-Газимурский завод. Эта линия одна из частей масштабного проекта по освоению природных богатств Забайкалья. Изначально эта большая линия должна была строиться до Лаугакана. Однако же после рассмотрения объемов руды в месторождениях было решено ее укоротить, потому что три из пяти месторождений разрабатанных казались не совсем рентабельны. И поэтому линия укоротилась с 350 км до 200 с лишним. Сейчас эта линия строится, введена только часть ее протяженностью 130 км до станции Александровский завод. Другая линия продолжений ее пока строится. Это довольно затруднительно, потому что вначале дорога шла по степям, по равнине. Сейчас началась тайга и неровная горная местность, множество рек. Здесь сейчас возводят мосты, несколько уже возведено. Пусть и не самых больших, но тем не менее сам большой мост будет через реку Газимур 200 метров длиной. Эта дорога даст большую погрузку Забайкальской железной дороге, потому что эта перспективная линия примыкает к южному ходу ЗАБЖД. И один только Быстринский ГОК может дать 10 млн тонн в год. А плюс еще здесь планируется ввести, уже есть проект строительства подъездных путей к Бугдаинскому месторождению, Малибден, Золото и Железная Руда. На нем будет разрабатываться. Уважаемые читатели Гудка, сегодняшняя новость пришла к нам с Горьковской железной дороги. Там в поселке Беленихино был открыт пешеходный мост. Раньше в этом поселке были большие проблемы в связи с тем, что жителям его приходилось перебираться на другую сторону поселка через железнодорожные пути по деревянному настилу. Сейчас же буквально на днях открыли новый мост и он оказался очень современным. Он предназначен не только для обычных пешеходов, но и для людей с ограниченными возможностями. В частности, на мосте созданы подъемники для инвалидов-колясочников, а также уложена специальная тлитка, с помощью которой слепые пешеходы могут узнать направление пути. Такой мост обошелся юго-восточной железной дороги в 60 миллионов рублей и его протяженность 157 метров. Сегодня это единственная подобная конструкция на юго-восточной железной дороге. Правда, в следующем году ожидается строительство подобного же моста в городе Губкин. В новом выпуске газеты «Гудок» вы сможете прочитать о рекламной кампании, которую Ростуризм готовит, чтобы привлечь россиян на отечественные курорты. Глава Ростуризма Александр Радьков рассказал о том, что в декабре этого года стартует рекламная кампания, направленная на повышение лояльности россиян к отечественным курортам. На нее будет потрачено 150 миллионов рублей в этом году и 130 миллионов в следующем. На эти деньги будут проведены рекламные акции в нескольких регионах страны, а также масштабные мероприятия, которые смогут показать туристические возможности России. Радьков сообщил, что эта рекламная кампания будет проведена в рамках федеральной целевой программы по развитию туризма. В целом на эту программу будет потрачено 330 миллиардов рублей, 96 миллиардов из которых пойдет на развитие инфраструктуры. Аналитики рассказали Гудку о том, что в России действительно большой туристический потенциал для внутреннего туризма. Например, аналитик Укафина-менеджмент Максим Клягин сказал, что повышение лояльности потребителей к отечественным курортам – это актуальная задача. Однако ее реализация невозможна без государственного участия, так как у операторов туриндустрии не всегда хватает денег на проведение масштабных рекламных кампаний. Для достижения этой цели недостаточно одних только маркетинговых акций. Необходимо также развивать инфраструктуру, считает аналитик. В целом он отметил, что у России большой потенциал для развития внутреннего туризма. Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма, сообщил, что для достижения этой цели изначально стоит рекламировать уже раскрученные бренды, например, Алтай, Каменводы и другие курорты Российской Федерации, которые уже известны за границей. И при этом при небольшом финансовом вложении можно будет получить большую отдачу. Сегодня на спортивной полосе Гудка вы прочтете материал о чрезвычайно важном событии в жизни футбольного клуба «Локомотива». И, пожалуй, всего российского футбола. У команды Железнодорожников, у главной команды Железнодорожников в ноябре откроется свой собственный музей. Расположен он будет на северной трибуне Черкизского стадиона, на двух этажах. Предоставлено очень хорошее место, достаточно просторное. И сегодня ведется напряженная работа по сбору коллекций этого музея. Очень многие ветераны, очень многие причастные к жизни «Локомотива» люди представляют окопленные ими различные годы футбольные и нефутбольные карьеры экспонаты, которые будут представлены. И которые наверняка порадуют всех, кому дорог футбольный клуб «Локомотив». Еще раз повторюсь, экспонаты ведутся, и даже в этом материале предоставлен телефон, по которому все, кому это интересно, могут пополнить коллекцию. Если у них есть, допустим, какие-то такие раритетные, очень редкие экспонаты, программки, мечи формы и так далее. Как я уже сказал, различные ветераны преподносят в музею то, что сохранилось у них дома, вот скажем, многолетней. Легендарный начальник команды Владимир Коротков предоставил такую массу экспонатов из своей коллекции, наверняка будет интересно. Обращаются в клуб сейчас болельщики, причем звонят постоянно, спрашивают, когда же наконец будет открыт наш музей, готов предоставить свои экспонаты. И, очевидно, музей будет интересен. Очевидно, музей займет заметное такое место не только среди российских футбольных клубов, но и среди европейских. Как мы знаем, многие европейские клубы великие имеют свои музеи, ну, скажем, Реал Мадрид. В России же музея пока нет ни у кого, и Локоматический музей будет первым. Напомню, он будет расположен на северной трибуне, на двух этажах. Приходите, музей ждет вас. Когда он будет открыт, мы объявим дополнительно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова